В Киеве сегодня демонстрировали просто чудеса исторического слабоумия. В Верховной Раде приняли законы, касающиеся периода Великой Отечественной войны. Само это название там теперь отменено, а для карателей из УПА, украинской повстанческой армии, придумали новое название, те, кто переходил на сторону фашистских захватчиков, а также методично истреблял поляков. Там теперь называют героями и борцами за независимость. Сейчас обо всем подробнее расскажет нам Дина Иванова, наш специальный корреспондент в Киеве. Дин, добрый вечер. Сегодня от политиков на Украине много чего было сказано удивительного с исторической точки зрения. Расскажи, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. Для начала скажу, что были все-таки в Верховной Раде люди, которые выступали против того, чтобы членов УПА, виновных в гибели миллионов мирных жителей, называть борцами за независимость. Это депутаты от партии «Оппозиционный блок». Но их в Раде настолько немного, что повлиять на окончательные решения они все же не могут. А решение таково. 271 депутат проголосовал «за». А для принятия решения достаточно было и 226 голосов. Я отмечу, что инициаторы этого резонансного законопроекта, группа депутатов от радикальной партии, и в том числе Юрий Шухевич, сын Романа Шухевича, главнокомандующего украинской повстанческой армией. И вот что он сегодня говорил с трибуны Верховной Рады. Право каждого народа строить свою державу. Это право священно. Украинский народ это право имеет, и его борьба за свободу и независимость закономерна. И данный законопроект о вечной памяти всех, кто боролся за эту страну и свободу. На Украине теперь есть День памяти и примирения. Отмечать его отныне будут 8 мая. 9 мая остается государственным праздником, но теперь иначе называется. Это День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Принципиально, что не в Великой Отечественной. Этот термин теперь на Украине законодательно под запретом. И, видимо, депутатам все равно, что сами ветераны и себя-то как раз называют участниками Великой Отечественной войны. Но с трибуны Верховной Рады глава Украинского института национальной памяти сегодня заявил, что это советское клише и от него нужно срочно избавляться. Проголосовали сегодня депутаты и за запрет пропаганды коммунизма и нацизма. И поставили их вот именно так в один ряд. А президент Украины Петр Порошенко и вовсе сегодня сравнил Сталина и Гитлера. Сказал, что в развязывании Второй мировой войны они виновны в равной степени. Вот что говорил Петр Порошенко. Гитлер вместе со Сталином развязали кровавую бойню Второй мировой войны. И тогда, в 1939 году, попытались разделить и расколоть Европу. Важно понять, что приметы того времени, слова аншлюз, аннексия, оккупация и сегодня особенно актуальны для Украины. Такое оригинальное, мягко говоря, заявление Петр Порошенко сделал сегодня в мемориальном комплексе «Быковнянские могилы», куда прибыл вместе со своим польским коллегой Брониславом Комаровским. У него двухдневный визит официальный на Украину. И сегодня утром Петр Порошенко и его польский коллега успели побывать на заседании Верховной Рады. Оно, кстати, до сих пор продолжается, но близится к завершению. И с каждой минутой просто тают надежды все-таки увидеть, как депутаты будут голосовать за создание или за то, что не нужно создавать специальную комиссию для расследования и хищений бюджетных средств в размере 7,5 миллиардов в правительстве. Этот вопрос накануне обсуждали в парламентских комитетах. Владимир Гройсман, спикер, утверждал, что уж в четверг точно за него депутаты будут голосовать. Но до сих пор этого не случилось. Но заседание продолжается. Может, все-таки дождемся. И, наверное, не удивлю вас, если скажу, что сегодняшний день в Киеве не обошелся без митингов. Их было сразу несколько. У стен Верховной Рады устроили так называемый финансовый Майдан. Пришли те, кто взял кредиты в евро и в долларах. А теперь, когда гривна обесценивается, просто не могут их вернуть. Возле Кабмина сегодня довольно своеобразно отмечали чистый четверг. Люди стирали платежки, квитанции. Говорят, что теперь с существующими тарифами оплатить это все просто невозможно. Ну и что делать? Приходится только стирать. Тарифы действительно выросли. За отопление с 1 апреля на 70% газ и вовсе подорожал втрое. На Крещатике сегодня тоже был митинг у здания городской администрации. Туда пришли люди, которые говорили, что будут устраивать общественный суд над Виталием Кличко. Но подсудимого ждали, ждали, а он так и не появился. Дмитрий. Да, Дин, спасибо. С последними новостями из Киева с нами на прямой связи была наша специальная корреспондент Дина Иванова. Продолжение следует...